и снова всем здравствуйте всем зрителям моего канала приветствую вас всех снова я хотела ответить еще на один вопрос который мне очень понравился просто вопрос на 5 баллов мне тоже его написала моя постоянная подписчица татьяна вот и знаете что я даже сейчас вам зачитаю интересный вопрос если бы вы могли отмотать время назад до принятия решения выйти замуж за вашего англичанина то вы бы решились уехать из своего города спрашивает татьяна вышли бы вы замуж за своего английского мужа а если бы вы жили в москве и у вас была бы квартира то уехали бы вы на этот остров в англии и вообще вышли бы вы замуж опять за англичанина прекрасный вопрос просто я в восторге это знаете вот этот вопрос он сразу меня повел 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 мои размышления куда-то далеко далеко я стала думать как прекрасно было бы если бы мы знали бы результаты наших деяний вот поэтому танюш спасибо за вопрос но я вы знаете задумалась у меня есть много чего вам сказать по этому поводу потому что вот смотрите во первых говорят что скажи господу богу о своих планах и ты его сильно насмешишь да как там говорят ну и потом знал бы где упасть и соломку подстелил и вот это все наши наш такой фольклор еще есть по этому поводу по поводу семь раз отмерь один раз отрежь может быть немножко не сюда но все равно как то тогда вот если бы мы знали что случится то как бы мы бы поступили вообще вы знаете я хочу сказать что если у людей есть развитая интуиция вот как у меня например интуиция очень развита то всегда надо слушать свою интуицию ну и конечно же всегда поступать по велению сердца не всегда надо думать разумом иногда вот сердце подскажет больше так вот чтобы было бы если бы значит во первых по поводу москвы что я хочу сказать если бы у меня была квартира в москве то уехала либо я в англию вы знаете у меня кстати самое интересное что была такая вот как раз развилка но это наверное тоже не секрет для вас что у каждого человека всегда в жизни выпадает во первых много шансов ему судьба дает очень много шансов а во вторых есть вот такие вот жизненные вехи я их называю развилками вы наверное тоже сталкивались подумайте вспомните вашей жизни скорее всего тоже были такие развилки они такие знаете очень серьезные что вы должны принять решение куда вам идти как у камня богатырь направо идти или налево вот такие жизненные бывают у нас самые главные вехи самые главные развилки и наверняка каждый из вас я уверена имеет если подумать вспомнить у каждого были такие в жизни серьезные вот какие-то вехи которые нужно было принимать решение направо идти или налево и потом уже в зависимости от вашего выбора и дальше катится ваша жизнь так вот когда я говорю я жила в москве я очень получала неплохо там даже по моему сейчас уже таких зарплат у обычных служащих и нет хотя может быть и есть я не знаю но это же было вы понимаете 2008 9 10 самые жирные годы и вот я тогда не побоялась и мы были там с подругой с моей вместе же съемной квартире в новогиреева мы платили на троих это были смешные там какие-то деньги по 10 тысяч человека мы платили при тех зарплатах это было знаете комарин и укус и денег у меня тогда было как у дурака мохорки я решила тоже вместе со своей подругой она меня на это склонила посмотреть и купить квартиру в москве и в москве квартира они тогда продавались очень много такие вот новостройках ну по-моему мы даже смотрели где-то не в самой москве потому что все таки что не говори но тогда тоже и цены были баснословные но по-моему 2 миллиона два с половиной миллиона как-то так вот мы с ней нашли квартиру недостроенную пригороде москвы недалеко не доезжая до железнодорожного где-то там чё то вот ну и вот татьяна эту квартиру купила а я пошла другим путем я не стала покупать квартиру у меня было для этого все было скажем так да мне давали кредит и я могла это все прекрасно выплатить течение нескольких лет со своей такой зарплатой татьяна все это уже сделала и купила и выплатила мы с ней получали одинаково так так вот а я пошла тогда поехала на лазурный берег это как раз случилось тогда мы с ней просто понимаете разошлись в разные стороны каждый выбрал свою дорогу как говорится и вот не знаю сейчас что я могу сказать вот да не получилось у меня с французом моим но опять же понимаете чтобы было бы там бы но кто же это может сейчас сказать тут ведь опять вот если бы мы с моим французом жаном французом остались бы вместе то чтобы было бы со мной сейчас я бы уже говорила по французски и уже бы я там на лазурном берегу проживший 10 лет ой не знаю я была бы наверно тонкой стройной красавицей потому что там у меня появился такой стимул и по я же говорю похудеть и привести себя в порядок и заниматься и все и там кстати мне есть не хотелось я же там свистала бегала просто как заведенная хотя мне было 54 года и я друзья до сих пор обожаю это место и я обожаю францию я обожаю французскую кухню и французский язык он просто для меня музыка и я до сих пор с сожалением вспоминаю как получилось неудачно для меня что вот я не осталась жаном франсуа хотя опять же говорят что кто его знает у него был характер не дай бог это что я вам рассказывала в своих видео скелет в шкафу опять же посмотрите кто не смотрел справа в верхнем углу я вам дам ссылочку а жан франсуа был такой товарищ специфический и вот он рассказывал мне как однажды на он он любитель собак был и у него всегда были собаки и вот у него был как раз наверное за несколько лет до того как мы встретились у него был его любимый пёс доберман пинчер даже когда я приехала у него там это коротенькая шерсть она повсюду во всех углах она еще присутствовала потому что мужчина ну наверное так не очень скрупулезно убирал и это было видно так вот этот доберман пинчер его любимая собака после того как его жена оставила бросила и ушла с другим он просто в только в компании этого добермана пинчера и проводил свое время и однажды ему какой-то сосед напротив сказал что ваша собака лает и мешает мне отдыхать как-то так и что вы думаете жан франсуа ему значит вот улыбался пока тот ему делал этот замечание жан франсуа все это выслушал спокойно это он мне кстати рассказывал как это все и он при том мне рассказывал это с такой гордостью хотя когда я это услышала я говорю у меня волосы зашевелились думаю что же это такой за человек вот вы знаете мы с вами постепенно постепенно мы вышли в центр и мне не хочется здесь настолько сейчас будет шумно и насколько здесь будет не до разговоров что даже и не знаю ну вот может быть сейчас покажу вам вот тут вот церквушку там наверху видите пройдем туда а может и не пройдем даже не знаю друзья это вот на углу опять клиника light john клиник новое здание это я вышла в центр шанклина вот так неспешно медленно вдоль гуляла по городу гуляла поп по берегу и вышла в город здесь все рядом центр города шанклин вы знаете я же ведь гуляю очень много каждый день больше шести километров я гуляю иногда прихожу уже вечером несмотря на погоду но вот сейчас я же говорю дождик у нас немножко моросит но тем не менее мне очень нравится и гулять и все равно здесь сегодня опять же озвучиваю сегодня у нас 5 января плюс 15 градусов 2020 год на дворе вернемся к жану франсуа да расскажу вам эту историю жуткую он пришел домой после того как он этому соседу поулыбался и покивал головой он пришел домой как он мне говорит и подумал это что это еще такое он мне тут будет указывать и рассказывать что я со своей собакой не могу гулять когда хочу и что он сделал как вы думаете он просто говорит я пошел на улицу надел перчатки хирургические вот такие тонкие чтоб не было отпечатков представляете пошел вечером на улицу когда уже никого не было практически темной ночью нашел несколько половинок огромных кирпичей говорит вернулся назад вышел ночью на балкон все это в перчатках и он знал где живет вот этот его сосед конечно же соседу мешала мешал лай собаки значит он жил недалеко по соседству и он вернулся со своего балкона он ему кинул со всей своей дури эти два огромных половинки кирпича туда к нему в окно на балкон и разбил конечно же окно и эти два кирпича залетели в окно представляете да что за человек это же вот такой половинка кирпича это же можно даже и убить кого-то если попадешь может быть кто-то спал там я не знаю но это ужасная история и он ее мне с гордостью рассказал что он кинул эти два кирпича и пошел спокойно спать он снял естественно перчатки он говорит он все это выкинул он все продумал если вдруг он я когда спросила а ты не боялся что ты мог там кого-то убить он сказал а я бы даже был бы рад я поэтому так и приготовился серьезно чтобы меня не нашли ни по отпечаткам пальцев никак по другому чтобы его не нашли представляете вот такой вот был товарищ веселый поэтому там по моему конечно же ну он никого не убил к счастью но там по эти его соседи они вызвали полицию и полиция очень долго ходила всех опрашивала и разбиралась вот так вот у нас шумно в центре полиция разбиралась кто и что но ничего не мы приходили даже к нему и ничего никто не мог знать никто не мог ничего видеть и ничего никто не сказал в общем была вот такая история представляете так что вот чтобы могло случиться если бы я осталась жить с этим мужчиной да еще с моим независимым характером как я уже подчеркивала много раз вот наверное была бы страшная история мы бы друг друга наверное поубивали я так думали что что-то бы такое случилось кровопролитное по моему там не знаю я вот опять же понимаете так что вот танечка говорить о том хотела ли бы я вот приехать все замуж за своего английского мужа ну вот здесь то я вот точно например могу сказать что я поторопилась я это и раньше говорила я со своей женитьбой английской по моему поторопилась очень сильно почему потому что понимаете ли тогда после этой жуткой депрессии которая была на самом деле для меня просто убийственная и время тогда у меня было не не самое лучшее я приняла слишком скоропалительное решение выйти замуж за человека который был просто тут уже рядом и к с которого я все-таки знала и как говорится уже не надо было искать и не что я слишком скоропалительно решила как говорится выбить клин клином чтобы мне всю эту историю закрыть я поехала в англию вышла замуж за этого человека который старше меня на 20 лет ну и понимаете теперь то я тем более вижу какую ошибку совершила что человек который мне обещал полностью меня обеспечить который обещал мне показать райскую жизнь как он мне тогда рассказывал боже сколько он мне рассказывал сколько он мне лапши навешал на уши что он будет меня по всему миру возить и что вот у него достаточно денег на счету сейчас и что мы будем только ездить везде наслаждаться жить в свое удовольствие но во первых никуда мы особо и не съездили круиз только вот однажды а во вторых человек видите когда умер не оставил мне практически ничего то есть обманул по полной программе и что я сейчас могу по этому поводу сказать конечно я не хотела себе такую жизнь понимаете но кто кто бы это бы хотел не знаю вот такие истории конечно это можно писать роман я просто хочу сказать для тех женщин которые меня слушают давно может быть которых которым будет интересно послушать мое мнение немножко прислушаться все-таки у меня есть опыта очень много я такая черепаха тортила умудренная опытом уже да поэтому я бы например не торопилась и я всегда призываю всех друзья мои правильно 7 раз отмерьте один раз отрежьте никогда не торопитесь ни в каких случаях никогда спешка ни к чему хорошему не приводит вот в моем случае видите получилось так не очень удачно и конечно вот опять показываю остановилась эту городскую елочку это уже здесь у нас в шанклине центральная городская елочка такая же точно тоже она только как с огонечками и тоже она настоящая я кстати вечером ехала когда когда позавчера по моему ехала я вечером смотрела на все эти елочки и и вечером они выглядят конечно просто потрясающе у них почему там больше огней они просто все в этих огнях и горят красиво переливаются праздник но и замечательно они все еще стоят и посмотрите они вообще даже не обсыпались но наверное вот холодно и то что это елочка нет уже начинается и подсовите но все равно она еще прекрасно прекрасно могла бы стоять у нас бы наверное эту елочку бы еще держали до 19 до крещения до 19 января а здесь как я сказала уже 7 числа то есть через два дня их все уберут эти елки им осталось стоять здесь совсем недолго сбилась опять так вот советую я вам хотя не люблю я терпеть не могу не сама чего-то советовать не слушать чужих советов ну просто вот говорю что по собственному опыту торопиться никогда не надо вот я например думаю что если бы сейчас уже по прошествии времени надо было мне я то что уехала из архангельска это вообще не обсуждается это я даже думаю что было сам со мной и что было в моей голове что я жила там двадцать восемь лет это же просто тихий ужас в этом забытом богом северном крае вот единственное аж говорю там люди да люди шикарные люди замечательные природа нравится мне но это невыносимо когда шесть месяцев зима это не всякий может спокойно пережить потому что вот эти вот полярные зимы там ну это у нас было все таки не не полярная как краник не крайний север а все-таки местность приравненная к крайнему северу крайний север там в архангельской области только был в нескольких районах по моему лишь оконский район мизинский район и конечно же на ренмар ненецкий национальный округ он тоже относится к архангельской области как вы знаете да жить конечно же там когда уже светлеет в 10 часов а темнеет в два уже дня и все остальное ходишь во мраке и все остальное время просто как не больной нездоровый очень трудно это переносится и эти морозы под 30 градусов но жить там конечно не интересно плохо поэтому когда я решилась уехать оттуда из архангельска то я считаю что это было когда я переехала в москву это был очень правильный шаг и говорю же единственное тут я как раз жалею что я не уехала раньше где-то наверное надо было уезжать двухтысячном году ну и это конечно же опять из разряда если бы да кабы да чтобы было бы да если бы мы были все такие умные ну вот ошибку да надо было мне не торопиться выбрать еще тогда все таки я была девушка еще молодой 54 года как я сейчас вижу это вообще был не возраст тем более что я тогда еще молодушкой красавицей было как там говорят была я молодой красивой часто я уже только красивая а тогда то я же была же еще же и молодой вот остановилась показываю вам впереди театр театр шанклина и даже было однажды сюда приезжал кубанский народный хор танцы там были песни пляски вот и мы ездили туда с мужем это по-моему был 3 то ли 12 то ли 13 год 2000 и я даже к ним помню подбежала в перерыве стала восторженно рассказывать как неприятно я тогда бросалась ко всем как к родным русскоговорящим людям я настолько здесь скучала что вы знаете иногда просто я шокировала людей своей такой непосредственностью так вот надо было мне дальше искать находить более молодого мужчину я уверена что я нашла бы запросто и при том что тогда 10 лет назад не было столько отстоя в интернете в сайтах знакомств мужчины и женщины были очень серьезно настроены на то чтобы найти друг друга и на то чтобы свою жизнь вот устроить именно через интернет сейчас уже такого нет друзья сейчас просто какой-то отстой не знаю почему так получилось особенно мужчины это же просто тихий ужас хотя конечно я так говорю о особенно мужчины но потому что я за женщин не смотрю я на странице женщин даже и не захожу я смотрю только мужчин и мужчины которые они просто все понимаете как фанаты как это сказать у них уже зависимость такая они сидят там каждый день вот я бывает захожу сейчас крайне редко стала заходить что-то прям опять подразочаровалась все бросила вот но иногда захожу и смотрю что одни и те же постоянно в онлайн находятся постоянно то есть вот им не лень у них это просто смысл жизни вот там вот рыскать смотреть искать женщин что-то писать им какой-то скабер знаю что нибудь вот знаете многие даже пишут такое сразу предлагают не знаю даже и говорить не хочется а тогда все это было еще нормально говорю что можно было кого-то найти ну в общем вот так ответила танечка на твой вопрос слишком я наверное все это растянула но тут такой был вопрос конечно на который я же говорю ответ просто будет целое сочинение история и вот сейчас кстати мы с вами пришли old village называется это место самое красивое в городе шанклин старая старая деревня называется я с вами здесь гуляла давно уже года два назад наверно показывала здесь эти красивые коттеджи под соломенной крышей здесь их великое множество сейчас мы еще раз пройдемся покажу кто не видел здесь вот еще такая достопримечательность местных жителей здесь же у меня недалеко мартин живет она вот в этой old village так вот вот это вот он мне показывал видите ли она вот такая она как похоже на такого какого-то зверя запутавшегося да посмотрите как будто рвется то ли это нос корабля наоборот то ли это какой-то зверь рвется наружу очень интересная такая вещь и и любят местные жители кто здесь живет и вот пошли сплошь сейчас эти коттеджи эти по старые пабы вот видите ти рум энд гарден вот у них тоже популярное такое кафе типа к сожалению дождь моросит просто конечно погода у нас не для съемки как-то очень мрачно а мы с вами подошли еще очень такая известная здесь ракушка у нас это такой памятник в центре шанклина old village вот здесь вот шанклина rotary club написано тоже конечно иногда бывает даже что встречается возле этой вот ракушки люди она давным давно я не могу сказать что я прям в восторге от этой архитектуры или что тут такое красота неописуемая но вот почему-то нравится и нравится тем приезжим туристам всегда возле этой вот ракушки фотографируется она прям символизирует old village город шанклин пожалуй я с вами еще дойду туда до этих красивых центральных коттеджей соломенной крышей каждом уважающим себя городе городке обязательно вы увидите найдете вот такой вот мемориальный памятник видите крест напротив я уже правда отошла подальше но хочу вам показать зафиксировать ваше внимание на который возлагает вот эти маки венки памяти 11 ноября к ежегодно день памяти всем погибшим в первой мировой войне и я с вами постепенно спускаюсь и подхожу к этому углу очень красивых коттеджей с соломенными крышами вот здесь краб отель грин кинг господи зеленый король там дальше генрих 8 у нас вот давайте полюбуемся всей этой красотой мы здесь часто с маркиным ужинаем обедаем он знает все эти пабы и конечно же всегда меня куда-то интересное место водит приводит а сейчас тем более они все все эти пабы все эти рестораны отели они сейчас украшены как вы видите немножко красиво здесь вот такой вот фонтанчик с золотыми рыбками прозрачная вода рыбки на улице живы здоровы еще один поближе показываю пенсил коттедж посмотрите красоту и дальше сплошь эти коттеджи и напротив тоже коттеджи все это пабы и пабы и отели кто уже видел пропускайте а кто не видел посмотрите медведь хотела показать но плохо видно вот так это все в вблизи выглядит и там тоже елочка года крисмас красивая елка и опять она настоящая вот такой вид издалека грандиозных этих крыш соломенных посмотрите наверху видно надеюсь вам да наверху стоит чайник сделан из соломы и чашка с блюдцей это вот здесь поблизости а там дальше но там даже вам лучше наверное будет видно потому что они на фоне неба кошка и мышка по крыше бегут вот такие затейники и вот это old village тоже популярнейшее место туристов и всех кто приезжает к нам на остров файл а все туристы всегда конечно же первым делом посещают old village в шанклине вот этот вот король генри восьмой вот этот вот великолепный вид великолепный вид на old village я друзья постаралась показать вам сегодня как можно больше и рассказать тоже ну а на этом я думаю мы сегодняшнюю нашу прогулку закончим мне еще до машины идти километра три назад я не буду вас утомлять своей прогулкой по одним и тем же местам вы знаете я желаю вам всем друзья удачи здоровья как всегда берегите себя увидимся пока пока пока